Больше одного миллиарда тенге сэкономили благодаря единой государственной информационной системе субсидирования. На сегодня она обеспечивает бесплатное выделение госсубсидий для всех фермеров. Программа заменила собой аналогичную частную платформу, вызывавшую критику со стороны аграриев. Об этом на заседании комиссии в правительстве по вопросу внедрения цифровизации доложил министр сельского хозяйства. По словам Ербола Карашукеева, для обеспечения прозрачности внедрили единый реестр заявок с присвоением очередности, а также запущена функция «Публичный бюджет» в разрезе областей и субсидий. Наряду с этим на платформе принимают заявки на предоставление удешевленного дизельного топлива. В целом, по итогам полугодия в системе зарегистрировано свыше 50 тысяч человек. Через нее подали почти 88 тысяч заявок и выплачено свыше 112 миллиардов тенгея. Премьер-министр поручил Минсельхозу учесть все замечания по доработке функционала платформы. О многомиллиардных убытках из-за регулярных сбоев подачи электроэнергии заявили представители нефтедобывающих компаний. Только за это полугодие на месторождениях Казмана и Газа электричество отключали больше 150 раз. Это привело к недобору нефти и срыву выполнения плановых показателей. Все эти факты, считают они, свидетельствуют о критической изношенности инфраструктуры энергосистем. По сообщению пресс-службы нацкомпании, упущенная выгода за последние два с половиной года превысила 60 миллиардов тенгея. Между тем, Адераусский НПЗ вернется к плановому производству нефтепродуктов до конца недели. В армянском Дилижане прошел гастрономический фестиваль. Свои коронные блюда представили 20 ресторанов страны. Гости могли попробовать каждый и даже научиться их готовить. Каждый ресторан представляет минимум одно фирменное блюдо. Гастрономический фестиваль в Дилижане – возможность ресторанам обменяться опытом. А для туристов еще один повод приехать в курортный город и познакомиться с национальной кухней. В планах организаторов в следующем году давать список участников рестораны из России, Грузии и Ирана. Делаем так, чтобы люди из Еревана, из другой части страны приехали, посетили Дилижан, ознакомились с ним, где-то в какой-то гостинице заселились, где-то свои деньги потратили, чтобы у местного бизнеса была возможность заработать на этом деньги. Япония получила зеленый свет от МАГАТЭ на сброс в море воды, который использовалась для охлаждения поврежденных энергоблоков реактора на атомной электростанции Фукусима. По словам руководства, МАГАТЭ сохранит присутствие на ядерном объекте. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран, включая Китай и Южную Корею. Местные рыбаки и фермеры опасаются того, что потребители будут отказываться от их продукции, боясь заражения. Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия такого шага не ясны, поэтому спрос воды нужно отложить. Испания побила исторический рекорд по иностранному турпотоку в мае. Тогда число посетивших страну путешественников выросло на 17,5% в годовом выражении и составило 8,2 млн человек. Эти цифры превысили допандемийные показатели. Больше всего туристов прибыло в Испанию из Великобритании. За ней следует Франция и Германия. Общие расходы гостей страны выросли почти на 21%, то есть в среднем на человека приходилось 1200 евро. Из-за наплыва туристов владельцы отелей и ресторанов столкнулись с серьезной проблемой – острой нехваткой сотрудников. На сегодня в сфере туризма и гостиничного бизнеса Королевства требуется не менее 60 тысяч дополнительных работников. Решить эту проблему надеются привлечения молодежи, а также трудовых мигрантов. Решить эту проблему надеются привлечения молодежи, а также трудовых мигрантов.